Граждане должны обратиться в районную администрацию по месту проживания. Подать заявление, предложить документы, которые удостоверяют личность, соответственно паспорт, справку о присоединении идентификационного ухода, справку о составе семьи. Это обязательно должен обратиться владелец жилья, предоставить документы, которые подтверждают право на жилье, предоставить справку о составе семьи и доходы всех членов семьи за предыдущие три месяца, которые предшествовали до подачи заявления. Далее районная администрация осматривает эти документы. Если граждане по доходам подпадают под действием программы, соформируются соответствующие списки, в списке передаются уже непосредственно предприятию «Водоканал», которое потом выходит на место, изучает техническую возможность. Если это технические возможности позволяют установку водомера, разрабатывается смертная документация и устанавливается щечек. После чего уже районная администрация возмещает предприятию затраты на эти работы. То есть действия граждан, обратиться в районную администрацию по месту жительства с документами, которые подтверждают право владения жильем, личность подтверждают и с доходами на всех членов семьи за предыдущие три месяца. Каков денежный эквивалент, чтобы жители знали? На данный момент это утвержден прожиточный минимум для работающего населения, то есть 1450 гривен. Но в ходе реализации проекта была столкнувась с такой проблемой, что обращаются жители, у которых доход незначительно превышает указанную сумму. Но грубо говоря, это может быть полторы тысячи гривен, и люди уже не подпадают под действием программы. В связи с чем сейчас на данный момент находятся документы на рассмотрение сессии городского совета, о том, чтобы увеличить лимит до полтора прожиточных минимума, что будет составлять 2175 гривен. На человека в семье. На одного человека в семье. Субтитры создавал DimaTorzok